Уметь распоряжаться собственными денежными средствами, осознавать степень ответственности за принимаемые решения, быть финансово грамотным – не обязанность, а необходимость каждого жителя области. Помочь ульяновцам овладеть базовыми знаниями призвана акция «Поезд налоговой помощи и финансовой грамотности», которая проходит в сентябре в рамках месячника налоговой помощи. На этот раз поезд отправился к школьникам, студентам, предпринимателям и работникам крупных предприятий. Для каждой группы свои темы для обсуждения. Например, студентов многопрофильного техникума интересовали вопросы, как накопить и сберечь деньги, как оформить ипотеку и зачем платить налоги. Смотрите, такая ситуация. Человек отказался от налогов, говорит, я не хочу его уплачивать, я не буду, я считаю, это несправедливо. А потом у него появилась такая возможность, как он купил какое-то имущество и может вернуть денежные средства 13% с покупки этого имущества. При ввиду цифры, квартира стоит 2 миллиона рублей, 13% и 260 тысяч. Их можно вернуть из бюджета государства. А как, если вы налоги не выплачиваете? Сотрудники Министерства финансов объехали с лекциями несколько десятков ульянских предприятий, среди которых оказалось и тепличное. Взрослые задавали свои вопросы об использовании банковских карт, кредитах и финансовой безопасности. Кроме традиционных уроков финансовой грамотности, организаторы создали консультативную площадку, где любой желающий мог обратиться со своим вопросом в Минфин. Площадку установили на бульваре Новый Венец на прошлой неделе. В школе университет финансовой грамотности, но когда человек выходит в реальную жизнь, ему нужно обязательно знать, как работают денежные средства, страхование, клады в банках. Для школьников, кстати, на базе Дворца творчества детей и молодежи была организована квест-игра, в которой ребята учились делать сбережения и тратить деньги с умом. Всего же только за время акции прошло больше тысячи мероприятий различного характера. Анна Тищенко, Новости Ольянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова